Окей. Да, что-то я, да, не верю, пришел. В этом смысле. Она тоже ушла. Значит, мы в прошлый раз... В прошлый раз мы обсуждали затрепещущую тему, что будет с этим ягненком или козленком, если вдруг обнаружится изъян в ходе емдзава, внутри емдзава. Это какая из-то? Это Акаф Вав Амудбет. Мы ближе к середине примерно начинаем. Вот. Что будет с вот этим животным, первородным, да, первенцем, у которого неожиданно, значит, в ходе субботы обнаруживается некоторый изъян. Можно ли его осматривать, или нельзя ли его осматривать? Или если он родился внутри в субботу, да, вот это самое интересное. Сейчас мы ее будем участвовать, нам она еще пригодится. Что будет, если само животное родилось внутри емдзава с уже обозначенным изъяном? А безмагином. Вот. Сейчас я просто тяну время, пока он обратно не прислал, потому что, знаете, он не поймет ничего. Надо как-то о чем-нибудь. Тут такая субья, где надо держать, внимательно смотреть. Еще раз. Еще раз. Мы же нам где-то перефотографировать. Но поскольку номера страниц нет, она не будет, неожиданно. Нет, это раньше. Почему номера страниц? Вот, есть. Вот это 111. Да, это 112. Да, да. А, 172. Да, вот это точно то, что мы будем в какой-то момент, я бы, наверное, может, не знаю, в какой-то момент. В какой-то момент это вот это Раби Иуда, Агаури, Аутбукра. Вот, вот это субья. Это следующая страница. И вот это вот эта страница. Вот. Вот это идет примерно вот так. Потому что тут верхней страницы не хватает, а может, а это я не знаю, а это может быть еще после. Нет, нет, это где-нибудь до. А, не знаю. Да, это до. Вот это все до, а вот это вот примерно то, что мы обычно все... Страница гиммал, да? Что такое страница гиммал? Страницы гиммал не бывает. А, в смысле лист? Нет. Каф вав, а ну бет. Наташа, я сейчас помогу, дайте. Так самое. Давайте, включай. Нет, это стоит. Нет, это не легко. Нет, там еще не было. Вот, вот доклад. А. Сделал, да. Минный доклад. Ну, значит, мы вот примерно... Ммм... Да. Это барабан, мы с вами причиняем. Ммм... 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 Ну, значит, тогда начинаем. Значит... Служите им, говорите, что вы не слышали. Байми негелель мирала. Ешь, муцеля, хацы шаба. Тори муцеля, хацы шаба. Некто... Некий мудрец по имени Гилель. Это не тот Гилель, к которому привык. Нет, какой-то другой совершенно. Ну, судя по всему, обитавший в Вавилоне. Ммм... Спрашивают у Ровы. Ровы известны. Бывают ли муцеля на половину в субботре или не бывают? Что такое муцеля? Давайте для тех, кто не был в санавиателе весь предыдущий год, грубо говоря. Я пытаюсь объяснить сейчас. Значит... Значит... В субботу... В субботу... Да? В субботу и в празднике. Вот я, допустим... Вот сейчас я нахожусь в середине субботы. Наташа, внимание! Это важно. Это будет сейчас пропущено. Сейчас мы видим, будет пропущено. Вот я нахожусь в субботу или в празднике, прямо сейчас. Я смотрю по сторонам и думаю, какие вещи из тех, которые вокруг меня, я могу использовать. Общий ответ примерно такой. Я могу использовать все те вещи, которые на момент наступления субботы или праздника я мог бы предположить. Не обязательно физически предполагал, но мог бы предположить, что они будут использованы в субботу. В своем естественном использовании. Не то, чтобы я... Вот, например, как бы... Не обязательно, кстати, естественно. Может быть, противоестественно. Не докладно. Некоторые вещи. Например, плуг. Это был шаббат, там, надо обсуждать. Например, плуг. Или, там, скажем, дрель. Вот, хороший пример, кстати. Да, конечно, может оказаться, что я могу... Что мне понадобится электрический дрель и придавить капусту. Вашим. Но дрель автоматически вроде бы должна считаться муфцией, потому что естественное ее, привет, Ань, использование, я не мог бы предположить на момент наступления субботы. А, естественно, можно сверлить дыр в стене, да? Вот сверлить дырки-то в стене нельзя в субботу. Да? И включать электрический дрель тоже. Значит, поэтому... Поэтому дрель вроде бы как должна бы автоматически становиться в субботу именно. И вправе, к муфцией. Это, ну, все это то, что мы не можем трогать, переносить, вот это вот и все. И используется, соответственно. Теперь. Значит, это сами Гелени. Спрашивают у Роба. А бывает ли так, что полсубботы некоторую вещь, вот некоторую вещь, вот не знаю какую даже, некоторую вещь можно использовать в половину субботы, а половину субботы нельзя? А вот так вот так. Он говорит... Первое, логичное, да? Я буду сам это все читать. Самое первое автоматическое, опять же, в некотором смысле автоматическое, как бы, реакция Гемары. И, кстати, тут на этой субе очень интересно смотреть, как работает редактор Гемары. Потому что, ну, он-то знает все ответы, но как он дидактически раскладывает, как бы, все это было. Значит, первая автоматическая реакция Гемары, это, блин, а что это было? Как это половина субботы-то, как? Поэтому они говорят, эхиданы. Да, что это, как, 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 как это? Если он признан годным, ну, как бы, мог бы быть признан годным, да? Все это в актуальной некоторой операции, как бы, босфактум, да? Если некая хрень была в сумерках, наступление вот этой самой субботы или праздника, была годна для употребления, значит, она и годна. А если не была годна, значит, она и годна. Как это половина субботы, где она, как она реализуется? Нет, это нужно вот для какой, вот для какой ситуации. Когда нечто на момент наступления праздника или там субботы было годно к употреблению, потом в некоторый момент стало негодным к употреблению, а потом опять стало годно. После выхода? Нет, внутри, все это происходит внутри субботы. Ну, я не знаю. Сейчас я не буду приводить примеры. Сейчас я не буду приводить какие-то примеры. Да, Кафва Вамудабет, что называется, страница 113, самое начало. Сейчас я подумаю, какое, 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 ну вот, например, вот, например, я сейчас конструирую пример, может быть, он не совсем правильный, но мне почему-то кажется, что это могло быть так. Вот представим себе, что, ну, лучше все, конечно, с волшебной палочкой работать, но можно и без волшебной палочки, можно с шаброй сгоем. Вот, например, у меня был стакан. Да, на момент наступления субботы, стакан как стакан целенький. Потом я его разбил. Как случайно, получил он, мышка бежала, хвостиком махнула, как бы стакан упал, разбился. Он является черепками, они не, как бы, черепки по определению мукса, да, не что с ними можно делать, это хорошее. Теперь пришел добрый бой в ту же самую субботу и стакан-то склеил. Сам по себе, я его просил, он решил, просто решил, там, сам склеил стакан. Ему это не запрещено, в принципе. Вот теперь, вот после этого вот всего, я могу пользоваться этим стаканом, но просто. Вот это вот, то есть, про пяти шаброй? Я думаю, что да. Ну, например. Он говорит, что критические штатсы, это «да икзи вадар идхи вадар икзи май», да? Что он был годен, потом стал неходным, а потом опять стал годным. Все это внутри одной субботы. Почему ты называешь полшават? Потому что часть, полшават это меняется в эту часть шаброй. Не обязательно ровно половину, да? Это может быть две минуты, это не важно. Вот, получается, что он часть времени не был в этом, а часть времени не был. Вопрос, могу ли я его использовать эту самую часть времени? После того, как он стал, ну, это совершенно верно. После того, как он стал, ну, это совершенно верно. Я не уверен насчет разбитого стакана, потому что я не уверен, что это те же самые вещи. И что еще? В смысле, склеенный стакан является склеенным стаканом тем же самым стаканом, который был бы разбитым. А чем вообще еще можно поперечь? Мало ли о чем. Мало ли о чем. Муксы разные бывают. Не знаю. Пришел к фото, насрал мне в тапок. Так тоже, в принципе, формируются муксы, да? Да не кот, а тапок. В этот момент тапок стал муксен и хамак миус, да? Муксы из отвращения. Те, что я не могу использовать, как нечто гадкое отвратительное. Суббок не принято такое делать. Давай, использую. Теперь пришла опять же моя неврейская служанка. Кота отшлепала, а тапок вымыло. Вопрос. Май, да? Ну, как-то так, я не знаю. Сейчас я не буду приводить некоторые примеры. И мы... Вопрос. Я попробую объяснить. Нет, со склеенным стаканом совсем проблема, да? Потому что я не 100% уверен, что это тот стакан, который был. А если это не тот стакан, который был, то с какой? То я его, ну, по определению, я его не мог иметь в виду. Тапок-то точно который был, да? Ну, и опять, как бы, в тот момент, когда... Тут речь идет все время о некоторых ментальных движениях разума, да? Как бы, о некоторых... Ну, вот. В тот момент, когда его засрал кот. Я, как бы, выкинул его из головы, в некотором смысле, как нечто используемое. Это мы говорили об этом в прошлый раз, а, кстати, не было. Про съедобность, про... Тут еще была моя родственница в мире, моя... Как она называется? Свати. Да. Вот. Которая все возмущалась с помощью того, что я говорю о том, что я смотрю на этот козлен как на еду. Ну, это именно это, да? То есть, как бы, я должен рассматривать его как еду. Я должен рассматривать тапок как утварь, да? В какой-то момент я перестаю это делать. Если я перестаю это делать, могу ли я возобновить это дело внутри субботы самой, как бы, да? Вот это, вот этот вопрос. При том, что полагается это делать до субботы, да? На коммуне субботы. Ну, это вопрос. Амарлей... Ну, значит, Роу, после того, как мы выяснили, о чем идет речь, говорит этому Елену. Амарлей ешь нюкса? Да, как раз, фейн есть. Тапок подлежит обратному возврату к тапку. А стакан, возможно, даже стаканы, хотя, хотя в этом я не столько-то не знаю. Нет, он говорит, им вопрос был, ешь мукс или хацы шаба? Он говорит, ешь мукс. Ну, конечно, Атон, еще по. Нам в двух версиях сейчас еще есть. Эйтивы, на него наезжают. Ну, собственно, тот же Гилей, наверное, и наезжает, судьба формирована. Вашавимшим, ну, ладому мое моши, зимина мухам. А, Анька. Словно, привет. Вау. Это не видел, наверное, не помню сколько. Он говорит, да. Вот. Он говорит. Подожди, 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 подожди. Подождите, а. Сейчас, может, я что-то неправильно понял. Нет. Нет, это не есть, да. Ну, хорошо. Он говорит, эйтивы. Он берет наш собственный случай, который, как бы, мы обсуждали предыдущий субъект. Вашавимшим, ну, ладому мое моши, зимина мухам. Все согласны, говорят они, что, если первенец родился прямо с изъяном, да, грубо говоря, без ноги, то его можно есть. Прямо, прям бьем. Ну, что? Ну, опять же, 25. Где в мире? Это самое, значит, кого есть, кого есть, кого над, того и есть. Это самое. Вот рождаются у нас этот самый ягнёвый. Первенец. Но без ноги. Шавейн, это они там. А шавейн, это обсуждающие, согласные между собой. В том, что, ну, там было несколько верных, несколько мнений. Ну, оба они сходятся, там, по-моему, Рапшим и Нарабиуда, да, если я не ошибаюсь. Оба они сходятся, что, если он уже родился с этим, значит, без ноги, грубо говоря, то его можно зарезать и съесть. Несмотря на то, что его и вовсе не было, да, до того, как наступила эта праздность. А где здесь слово первенец? Здесь нигде. Это, как бы, они просто дают ссылку на предыдущую историю. Ва-май. Апчимута, как он говорит. Субтитры делал DimaTorzok Нет, я все равно не понимаю, почему это Кушья. Я уже три раза это читаю, я все равно не понимаю, почему это Кушья. Давайте попробуем понять. Да, разумеется. А почему так? Он говорит, давайте скажем, следует сказать так, когда он был в животе матери, его можно было есть, правильно? Ну, как бы, пока первенец не родился, он не кто, он часть матери. Значит, знаете, это мое тело, мое дело. Вот. В смысле, что можно зарезать мать и съесть, съесть своего самого народа, даже без шкиты дополнительно. Его не надо шкитовать. Вот. Теперь. В тот момент, когда он родился. Ну, формально говоря, перед тем, как я его покажу, хоть у него головы, нет, если у него нет головы, это отдельная история. Если у него даже физически нет ноги, то пока я не покажу его следующему человеку. Я не могу сказать, что он, типа, что ешь по муму, да, что он сузьян. Могу его так просто вот съесть. То есть, получается, что в тот момент, когда он родился, он идхи, да, он, как бы, перестал быть годным. Потом его осмотрел мудрец. Он стал опять быть годным. Вот я не понимаю, почему это возражение. А кто-нибудь понимает, кто-нибудь понимает? Сейчас, секундочку. Может, не почему. Сейчас мы попробуем в этом разобраться. Это подтверждение за то, что есть функция на Балшаваду, да? Да, но это, казалось бы, подтверждение того, что есть функция на Балшаваду. Потому что он был негодным, потому что он стал предоугодным, который стал негодным, а потом... Да, что это вот вроде как раз тот случай, который он описывает. Вроде бы так. Ну, ждали, что это читать? Ну, я так считал, так не совсем это объясняется. Ну, это, конечно, но он не объясняет, что это объясняет, но он не объясняет, что это объясняет. Дальше как? Там, у меня такое ощущение, что это все-таки немножечко... Там вот дальше будет другая версия, она может быть чуть-чуть более гладкая. Мне кажется, что там что-то пропущено в этом сообщении. Да, он говорит, они чешут-чешут репы, и тут выскакивает негто и говорит там, ну, в данном случае, о Баире или Рапсаве. Кто-то из них. И он говорит, а, так, наверное, значит, речь идет о том, что там прямо вот в момент рождения этого, значит, этого козленка, сидят судьи. И внимательно смотрят, с ногой он или без ноги. Он тут же рождается, и его тут же свидетельствуют, мгновенно. Там не проходит никакого промежутка. Что, да, странно. Понимаешь, они же говорят в сущности довольно... Нет, еще, я же не случайно говорю про без ноги, да. Мум очевиден. Представляем, что он родился с очевидно, делающим его непригодным мумом, изъянным. Грубо говоря, без ноги. Первенец без ноги, все, не первенец. Привет, свидание. Можно резать и есть. Ну, вроде бы как, с формальной стороны дела, нужно, чтобы его все-таки осмотрел знаток этих мумов. С хорошим первенцем оставили бы. Ну, во времена храма отдали бы кувену, чтобы он его там принес, жертву и съел себе. А сейчас его полагается... Ну, там, мы читали об этом Раши, если я не ошибаюсь. СССР полагается выпускать на выпуск, пока он не сломается, наконец, в самую ногу. Ну, в смысле, пока он не заведется какой-нибудь муму-кавуа, да, тот постоянный изъян, который его делает непригодным, и тогда уж тогда с чистым сердцем слил. Вот, теперь он говорит... Он говорит, еще раз, допустим, он рождается с очевидным мумом, да, можем ли мы сказать, что это, что он разрешен нам в пищу, что мы можем прямо сейчас его съесть? Ну, он говорит, формально врать как нет, да, потому что даже очевидный мум должен осмотреть, так сказать, знаток. Он говорит, отлично, вот у него начинаются схватки, я привожу с ним так, вот прямо сейчас. И вот он смотрит непосредственно туда, где, значит, где этот именок рождается. Он родился, хоп, сразу у него печать, значит, что он с изъян, вот тут же его съедают. Так можно? Вроде бы да. И получается, что нету никакого, как бы, промежутка. Это все еще не мум царихацы-шаббат, как-то. Он вообще никогда не был, как бы, не разрешен. Ну, так вроде они конструируют такую ситуацию. Я не понимаю, почему это возражение предыдущее. Мне кажется, что это ровно подтверждение предыдущего. Что предыдущее было подтверждение предыдущего, а это как раз возражение. Ну, бог с ним, ладно. Давайте посмотрим вторую ве, там они же еще дальше. Они дальше говорят. И Кадамрой. Так в Демаре бывает... Иногда редактор, то есть я сказал в начальстве, что тут очень хорошо видна работа редактора, который как бы... Ну, у него есть весь этот материал, и он как бы определенным образом его склеивает в связанный текст. Он говорит, что-то тут... Ему тоже как-то... У меня такое ощущение, что... Равуаше тоже не понравился вход в судьи. Он говорит, ну ладно, есть другая версия судьи. Давайте мы ее тоже переведем. Это вводится словами Никодана. Некоторые говорят так. Амар ли... Эйн мукцели хацы шават. Что... Что когда этот Гилель спрашивает Раву, есть ли... Вот это самое мукцели хацы шават. Раву говорит, ему нет. Там он сказал, ну да, здесь он говорит, ему нет. Я все еще не понимаю. То есть, здесь то же самое, да, та же фигня. Месаэли, это значит, что помогает. Месаэ. Скажем ли мы, что это поможет нам, да, что нам помогает, помогает... Почему? Почему не наоборот? Черт. Я перестаю... Я не запутался, извините. Я не знаю... Я не знаю... Я не знаю... Что мне... Так... Так, 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 так. Эйдси, вы. Да, да, да... Не знаю, да... Нет, я все еще совершенно не понимаю, я прочел все, что я мог, и я все еще не понимаю... Что? Не похоже, потому что там дальше та же фигня происходит. Он говорит... Может быть, они имеют в виду все вместе с замечанием Рава Сафра или Абайи. Тогда более-менее понятно. Он говорит... То же самое. Скажем ли мы, что то, что сказано в предыдущей субге, нам помогает? Что все согласны, что родившийся уже с изъяном первенец разрешен? Ведь как это должно выглядеть? Выглядит так. Сперва он разрешен вместе с мамой. Потом он родился и стал запрещен Итхой, да? Потом его посмотрел Мудрец и он опять стал разрешен обратно. Казалось бы, это как раз и есть Мудрец. Это, может быть, вместе со следующим замечанием Рава Сафра. Так и Гонда, Яд, Видаяна и Ата. Может быть, там... На самом деле, это когда там сидят уже субботы. Это же говорится о субботе или о празднике. Нет, понятно, что это говорится о празднике. Но в этом смысле Мудрца, законы праздника такие же, как в субботу. Просто тут нам в празднике нам важно, что эта штука съедобная. Да, потому что как бы в субботу-то готовить, ничего не делать, готовить, не резать, ничего нельзя. А в праздник-то можно. Поэтому... А почему они берут такие вещи? А потому что какие-нибудь молотки, сами от молотков не рождаются в субботу. И в праздник. Ни в субботу, ни в праздник не рождаются, они вообще не рождаются друг от друга. А вот ягнята от овцы очень даже рождаются. И неизвестно, когда. Может, и в субботу, а может, и в праздник. В субботу-то не важно. Все равно нам с ним делать нечего. А вот в праздник очень даже важно. Вот в этом аспекте, а в другом, а никаких других аспектов нет. Поэтому они говорят, что из вот этого случая в праздник мы сможем учить про все муниципусы. Про насал в тапах, про вот это вот, про все. Интересный вопрос. Почему-то, почему-то мы разбирали вот предыдущую субью, почему-то никому не приходило это в голову. С этого трактата начинался? С этого трактата начинался, с яйца, да. Что яйцо вроде бы как запрещено. И вроде бы как даже и в самом деле запрещено. Но там, что, нет, вроде бы да, вроде бы да, запрещено, победный лель вроде бы да, запрещено. Там, возможно, фишка была в том, что там обсуждалось этот вопрос, что оно запрещено и даже агавой мэй. То есть даже, если ты находишь готовое яйцо внутри курицы, ты его тоже не можешь использовать. Но тут-то не так. То он как бы входит... Агава внутри курицы, оно уже яйцо? Оно уже как бы яйцо, да. По крайней мере, одно из мнений такое точно было. Я не помню, самое ли правильное, но одно из мнений такое было точно. Здесь-то не так. Здесь он входит в праздник. Это то, что на ней нам, собственно, пытаются объяснить здесь. Он же входит в праздник съедобный. А яйцо вроде бы как нет. При том, что тут еще, я думаю, что еще другой аспект важен. Про яйцо мы вообще ничего не знаем. Смотри на курицы, ты прямо вот скажешь, что она снесет яйцо или там не снесет яйца. А на беременную овцу, конечно, понятно, что она может родиться. В общем, нет. Да забыл. Вот когда она уже родила, там есть проблемы. Там известно, что нельзя резать мать и, ну, не хормящих. В один день нельзя резать мать и сына. Они могут даже и взрослые быть отнимать. Есть такой закон в Торио. Там всякое разное говорят. Говорят там какие-то моральные аспекты. Ну, что говорить, как ты учишься нехорошему. Ну, что, это как бы излишне жестоко. А беременных? А вот беременных можно. А уходишь. Женщин нельзя, а вец можно. Дальше, значит, начинается новая раскрутка. Это, значит, давайте далее. Так обычно будет некоторая брайта или мешная. Это в данном случае, это брайта или шаббат. Вот. А я ухал банафин ваутир. Ваилан да гагла сут меем цимокин. Бетейни ваутир ваилан да гагла сут меем грагуров. Вот смотри. Представим себе человека, который ест виноград. У него много винограда. У него сколько-то осталось. Он сколько поел, у него сколько-то осталось. И он решил их высушить, сделать из них изюм. Да, он поднял, как это делалось? Обычно на крыше, на плоской крыше раскладываем. Вот он разложил его на крыше и сушит теперь. Или то же самое сделал с этими самыми, с инжиром. Сушеный инжир называется брагуров. Да. Да. Он не может их есть, если... Значит, вот теперь наступает суббота. Да, наступает суббота. Ну или праздник. Не важно. В данном случае тут даже и суббота уже резать никого не надо. Готовить не надо. Надо подняться на крышку и взять. Да и вопрос. Может ли он это сделать? Он говорит, ну если он накануне не сказал, я хотел бы в эту субботу поесть этих самых там... изюм или там чего-нибудь. А все это он сделал в люках. В люках? Да, все это он сделал неделю назад. Это не важно. Не важно, важно, что... Сейчас это будет обсуждаться, но идея в том, что важно, что непонятно, какой сухости они сейчас. Да, пока он не скажет... То же самое, как с голубями было, да? Пока, ну, грубо говоря, не скажет, не скажет, вот я, да, я решил, что в эту субботу я буду их есть. Накануне, да. Да, еще пока не началась эта самая суббота. Да? И то же самое со всеми другими фруктами. Перск, которые мы намалили, айву, ахабушим, мамону, да, и ладо. Мне кажется. Вот. В общем, со всеми этими вот субботами. Кто французский хорошо знает? Какое слово? Ходонни. Где оно? У вас нигде. Это в Раше он иногда переводит всякие малопонятные слова на малопонятный старофранцузский язык. Вот посмотрите, у Ани. Что, чего нету в Раше? Нет, хабушим, точно нету. Айва. Айва, айва. Значит, и со всеми другими фруктами тоже самое. Если ты урюк там это самое разложил, то то же самое. Либо он персики. В смысле? Либо он априкосы, либо он урюк. Тут странная, кстати, немножко концепция. Середины как бы нет. Если он там полусухой абрикос, айду еще не урюк. То его как бы не едят. Он как бы не едят. Если бы он был абрикосом в корзине, то какая проблема бы у меня была его съесть? Никакой. Мне не нужно его лезамен. Мне нужно специально говорить до субботы, что я хочу съесть вот этот персик, вот этот абрикос. Все, что у меня на складе лежит, съедобное, оно уже автоматически как бы включается в круг моего, как бы, так сказать, представления о прекрасном. Отличие в том, что они считаются съедобными, либо свежими, либо совершенно сухими. Но не в промежутке. Какая-то у них странная гастрономическая немножко концепция была в этом смысле. Но, с другой стороны, оно и правда. Вот если кто ел сухофрукты, в самом деле, то вот недосудшенные сухофрукты, они действительно не очень вкусные. Они не обещают идею того, что ты типа посмотришь, если будут готовы, то есть есть в шабарке, если будут готовы, то есть есть. Не обязательно, не надо смотреть. Вот это сейчас будет обсуждаться, вот ровно это сейчас будет обсуждаться. Спокойно. Сейчас. Сейчас, секундочку. Он говорит, гейхиданы. Снова, как это работает? Иде хазу ламалеазмана. Иде лохазу кеазмины ума и гавы. Если они годны в пищу, то зачем ему это говорить? А если они в пищу негодны, то чему поможет то, что он как бы, то, что он их, ну, так сказать, закажет? Да? Вы киты им и делу яда, и хазу и делу хазу. А если мы скажем, что он не знает, он не поднимался на крышу, он не знает, высохли они или не высохли. Гадны они не гадны. На этот счет сказал Раф Сафра, что, Хаан, извините, что если нечто, что было бы мукцы, я так это понимаю, но оно высохло еще до субботы. Ну, все тот же улюб, да? Вот он, вот он сушится, сушится, сушится. Он высох. Но я об этом не знал. Это годно. Не надо. Я, Язмин, ничего не надо. Все годно. Нет, речь идет, но речь, казалось бы, может быть, только о той ситуации, когда они были годны на момент наступления субботы, потом перестали быть годны, а потом снова-снова-снова опять обратно годны и стали. Вот на этот случай как бы нужна вот эта вот самая взбанка. Нет, были уже сушены. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Сейчас посмотрим, что говорит. Мукцы, сми, Считали, чтоfront越о. Есть такая специальная азмана, как это физически работает, я не знаю, и, по-моему, они об этом не задумываются, и мне кажется, что это даже и не важно. Нам, в принципе, они сейчас это все равно отвергнут, так что, по-моему, так что не привязывайтесь к этому и все. Что Раша говорит очень удивительную вещь, на самом деле, что есть такая специальная азмана, да, вот когда ты накануне, субботы говоришь про неважно, какой объект. Если этот объект, который сейчас вроде бы пригоден, станет непригодным, а потом опять станет пригодным, мне его можно будет тогда использовать. Ситуация, которая сначала пригодится, это еще сути, да я не знаю, я не знаю, мне кажется, еще раз, мне кажется, что это не до конца важно. Слушай, они, это фэнтезийная ситуация, как бы, они говорят, эта ситуация насквозь сконструированная, как бы, некоторая необходимость, они говорят, что если они годны на начало субботы, они и будут годны, если они годны на начало субботы, они и не будут годны. Что это за азмана, о чем она вообще? Он говорит, это может быть только такой случай, когда они, и никто не объясняет, как это физически будет устроено, потому что, я думаю, потому что сейчас они скажут, да это все не важно и неправда. Да, теперь я, кажется, понял. Я теперь, кажется, понял. Значит, я понимался неправильно, и теперь, мне кажется, можно понять, что это не понимаешь. Что такое гешмук салихоцит? Вот. Раз у нас есть доска, мы ее используем сейчас. Я справа, наверное, да? Вот у нас есть не праздник, да, а холь. Вот у нас наступает шаба, слышь, ёмдер. Да? Вот он наступает, он где-то здесь, он кончается. Понял? Так вот. Окей. Вот тут вот, вот тут вот, наступает теоретический момент, да? Все, что у меня в доме, да, все, что у меня в доме, все, что у меня в доме пригодно для использования, вот оно все, в этот момент становится пригодным для субботнего использования, да? Это я, я тут новые вещи говорю, по-моему, это все дорога выливает, да? Теперь, что это? Какие-то мула, да. Вот здесь они делятся на муксы и меню. Мухан и муксы, да? Давай я так слышу. Мухан и муксы. Да? Вот в этот момент, что я вам говорю, вот эта песня продолжается, продолжается, продолжается. Вот он был мукхан. Вот это вот, некая хрень была мукхан. Да? Теперь здесь случается некоторое событие, катастрофа. И он не стоит быть мукханом. Да? Да. Он становится как в эмоции. Выходит из категории мукхан, приходит категория муксы. Значит, вот теперь я понял, что такое мукселе ха-ци-шаба. Мукселе ха-ци-шаба это так, что если вот это катастрофическое событие, и он на веки переходит, переводится из категории мукселе, это и называется мукселе ха-ци-шаба. А если он потом случается, наоборот, приятное событие, ну, давайте сердечко наносим, да, значит, и он обратно переходит в состояние мукселе, это, наоборот, называется мукселе ха-ци-шаба. Вот теперь все понятно. Да, потому что, понятно почему? Потому что вот это состояние на этот момент фиксирует его состояние на всю субботу. То, что по промежутку подходило мне как катастрофа, мы будем считать временным явлением. Это как-то никак не изменило его статус. Статус его вот здесь определен. Да? Это называется мукселе ха-ци-шаба. Да? Потому что тогда никакая катастрофа не перейдет его на веки в разряд мукселя. А некое сердечко, да, ну, приятное событие, может его обратно перевести в разряд мукселя. Как с засранным дамом. Да? Это называется эймуксель ха-ци-шаба. А обратная ситуация, когда вот эта катастрофа навсегда, навеки, да, вот теперь мне будет ничего не настроиться, это дело обратно. потому что я сейчас... А, вот она сейчас сама сделала. Потому что... А если эта катастрофа на веки выводит из разряда мукс, в разряд мукс, значит, вот это и называется ешмукс. Теперь все стало на местах. Да, теперь сейчас у меня на местах. Эээ... лол. Дехаза выит халадар хаза. То же самое, что с нашим, с нашим этим первенцем. Вроде бы как происходит, на первый взгляд, но может быть и нет. Да, если там сидят уже, сидят уже проверяющие, уже проверяют его на вывод. Да? Тогда с ним этого не происходит. Да? Он вообще никогда не перестает. Это катастрофическое событие. В случае с первенцем катастрофическое событие это, как ни странно, это его рождение. Да? Вот. Виемат эймукцы ламали вазмана. Да? Если... Если в этом понимании эймукцы, да? Лехацый шаба. Да? То азмана ему не нужна. Он говорит, вот он стал муханом, вот с ним что-то случилось, он стал мукцей, вот что-то опять случилось, он стал опять муханом. Ну и прекрасно, он и был муханом. На момент наступления шавата он-то был муханом, ну и прекрасненько, не надо нам никакой азманы. А вот он говорит, а вот если есть мукца лихацый шаба, есть мукца лихацый шаба, и это катастрофическое событие как бы на веки его выводят в разряд мульт, то нам нужно специальное предупреждение заранее, что такая охрана может случиться. И если случится благоприятное событие, оно переведет его обратно в разрядный план. Для этого нужно специальное предупреждение. Вот это они пытаются навязать, это и озвание здесь. Что? Да, это трудная сувья. Да, это трудная сувья. Я сразу сказал. Но нужно понять. Это абсолютно гениальное, мне кажется, в некотором смысле, ну, правильно, мы злом мозги заряжаем. Просто нужно не запутаться. Да хрен, ну, что нам для новозгодства? Не нужно особой для новозгодства. Все-таки бывает сувьи и сладкие. Ешму, да, элэвай, ешмукцы. Тогда получается, что да, таки, есть. Веки азминлы в майавы. Ну, тогда он говорит, а хорошо, а если есть мукцырых отцы и шабах, то что делает его азмана? Каким образом азмана, азмана, сделанная здесь, может работать на благоприятные события, случится тупость, который неизвестно еще произойдет или нет. Да? То есть, ты здесь говоришь, здесь вот тупость, говори, если случится вот эта катастрофа, а потом вот это сердечко, то я его опять смогу есть. Потому что иначе была бы мукцырых отцы и шабах, и я бы, да, она тогда всегда ушла в мунице. Вот где-то, как-то так, свободный полет. Там сердечко, 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 она ухаживает. Да? О, классно, да, про козла, конечно, Аня, конечно, именно так. Что если он родится в шабах, то я заранее... То после проверки, я заранее говорю, что после проверки он мунит. Ну, если что, если он без ноги, естественно. А он, кстати, это не без пинации, что это наше голову. Еще, я не знаю технически, что они имели в виду, потому что они об этом не объясняют, а не объясняют они, скорее всего, потому что они прямо сейчас скажут, что это все фигня. Ну, потому что они уже это говорят. Он говорит, а при чем здесь османа здесь, если речь о событии вну? Да? Он говорит, формулевка там такая, векиазмин и ума и гавы. Да? А это он сделает этот османа, ну, ну, что? Лацриха. Да иезу вело иезу. Да? Он говорит, нет. Речь идет о том, что они как бы годны, а как бы и нет. Сидинка на половинку. Мы тоже встречали такие случаи. Я уж не помню, с чем, наверняка встречали. Вообще, это любимый, любимый, внимательно, случай, когда нечто вот как бы и да, как бы и нет. Вот где-то в серой зоне, на границе, непонятно ли. Криминальное такое мышление. Игзу, лу, игзу, да ика инаши, да ахли, ика инаши, да луахли. Потому что такую хрень. Некоторые люди едят, а некоторые люди не едят. Из Азмин, Галлидаты, лу Азмин, лу Галлидаты. Если он сделает эту Азману, если он скажет на окануне, что он собирается их съесть, он обнаружил свое, так сказать, душевное настроение, что он вот эту хрень полуготовую готов есть. Галлидаты открыл свое мнение, раскрыл свое мнение. А если он не сказал, мы не можем такого считать. Тогда мы считаем, что он не будет его есть. Многие люди не едят. Не знаю, с этим самым... А, тут, кстати, сейчас будет про это. Это про фрукты. Поэтому про фрукты не очень интересно. Самое интересное про другое. Сейчас будет публика. Такая же фигня. с... со всякими бобами и чечевицей. Которые пока они свежие, сырые, грубо говоря. Горох. Можно есть. Горох ведь можно есть, правда? Все же ели горох. Вот это вот лахус, лехос, лехосес. Руин, да? Это то же самое. Это мы в свою дорогу обгодны для того, чтобы их кусать. Ну, грызть. Да? Вот эти вот самые пулемы подошли, но они их можно грызть сырыми. Теперь. В тот момент, когда ты их кладешь в кастрюлю, они перестают быть съедобными, да? Пока они варятся, пока они физически находятся внутри супа, который варится, еще не сварился, они не съедобные. И тогда они не тху. Теперь. А суп-то сварился, все, они же обратно в хазу. Тогда он в супе. ГДРА это котел. Если вам интересно. Керамический обычно. Почему керамический? ГДРА вполне металлический, по-моему, если они еще раз. ГДРА, скорее всего, ГДРА, я думаю, для мошеледа. Ну, хотя нет, а может быть, а может быть, Да, КДРУТ НАХОН, но то, что здесь, то, что в Толмуле называется ГДРА, насколько я понимаю, это как раз металлический котел для всяких варенок, для тушения или варенок. Чего-то, почему он так. Это да. Мне кажется, что она, что-то, я не знаю, к чему, но у меня какая-то образ металлического, металлических. Но я не готов быть уверенным. Вот чугунный. вот он говорит, то есть, как бы, нам не нужно даже приводить какого-то особого такого примера с полусушеными овощами, там, фруктами или там, чем-то там. Вот просто, вот морковку тут ту же самую, я не знаю, это они просто приводят, приводят в фуле, но морковка-то еще, еще наглядь. Да, сырую морковку прекрасно можно есть. В тот момент, когда ты ее бросил в суп, она все, может быть, не съедала. Но когда она уже сварилась, она уже опять съедала. Вот. И тогда получается, и тогда получается, и получается тогда, что эйн мукцеле кацеша ва хе-вэ. Представьте, что это даже не шаббат, а емка. Да, емка в легче, представляет. Тем более, что у нас бактар правит. Вот оно, сырая морковка. Вот всю эту дорогу я ее могу есть, носить, не буду говорить, туда засовывать, и использовать в любом способе. Вот здесь я ее почистил и положил в котел. Она стала мукцель. Ну, вроде как, да? Теперь она варилась. Ну, что я не могу есть суп? Нет, могу. Я его для этого и варил. Вот. Он говорит, есть некоторая очевидная ситуация, которая говорит нам, собственно, ответ. Ответ про про правнух салихадзе шаббат. Это называется эймун салихадзе шаббат. Как она была гадна здесь? Как она и стала гадна тут? А то, что я ее в котел в промежутке положил, ну, такая у нее судьба морковная. Вот. фасолевая. Вот. он говорит, «Тогда я тебе приведу в пример и вкушу любые супы вообще. Представь себе суп, который мы готовим с пятницы на субботу. Да, да. Так по твоему мнению, если идти по твоему мнению, я тебе поставлю кушью из вообще всех горячих блюд. Вообще любого варева. Потому что обычные всякие варева, они в сумерки, субботы, здесь уже имеется в виду суббота, а не праздник, потому что мы ставим этот суп до начала субботы, он закипает до начала субботы, а доваривается как бы уже в субботу. То есть он в сумерке, он кипит и, соответственно, не может быть использован. Но за ужином-то ты его ешь. Орта – это вечером. То есть получается, вообще, вообще парадоксальная ситуация. Получается, что вот здесь вот он мунцер, а вот тут вот он начинает быть обратным ухом. Каким? Как? 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 А вот так. О, это надо учить трактат «Псаххинь», который я, кажется, учусь в другой группе. Ну, смотрю свою домашнюю группу «Вечер». И там они… Листа Болтера детально обсуждают, почему Орта – это «Вечер». Нет, это такое арамейское слово. Оно… Нет, там-то и дело. Оно каким-то уровнем таки связано со словом «вечер». Потому что трактат «Псаххинь» начинается с чего? Начинается с того, что… Ор ля арбасар, что-то там… Мехапсинь хамецбе… Вот ким хамецбе… Эта штука называется «Ор ля арбасар». И дальше задается вопрос. Ор орта-и или ор цафра-и? У нас свет, вот этот свет, о котором мы говорим, это… Имеется в виду заря как бы, да? Ну, типа, вечерняя заря или утренняя заря, да? И вот этот свет, они там играют по всему райу, по всему Танапу, и по половине Талмуда, и как бы там… Там ужасно интересные всякие такие расклады. Но, да, каким-то образом этот ор связан с этим словом «ор». Каким? Мне не конца понятно. Такое арамейское слово. А цафра – это утренняя? Цафра – это утренняя. Цафра – это утренняя. Лучше арамейское слово. Ур – это утренняя. Да, верно. Ур – это огонь по-арамейски. Но какая связь с вечером? Тогда, когда зажигают огонь. Может быть. Ур – это огонь. Ур – это огонь. Ах, не он меняет. Он, да, что, как бы, твоё рассуждение ничего не стоит. Потому что, как бы, я тебе приведу, приведу в пример, к самую обычную субботнюю практику – челунт. Да? Челунт на момент наступления субботы не годен в пещи. А завтра утром я его буду есть. А так вот. А потому что он просто ещё не готовился? Конечно, конечно. Он ещё не сварился. Он ещё будет довариваться всю эту ночь. Да? Ну, и ничего. Или там суп, который тоже ещё два часа поварится. Ну, суп – это. Ну, неважно, какая разница что. Кус. В – хаш. В – хаш. В – э-э-э-э… Ну, хаш, всё-таки, да, обычно горячий. Хаш, горячий, чеснок. Да. Ну, а ещё с укропом чесноком. Ну, как бы… Ну, чесноком. Ну, да. Нет, водку тоже желаю. Вот. накануне субботы или там праздника, неважно, или внутри праздника, неважно. Понятно, что я имею в виду его съесть по прошествии определенного времени. И этот случай просто нелевантный. Они не образуются здесь ни Муксу, ни Лухан никак. И для всего этого рассуждения мне совершенно неинтересно. Интересно нам как раз, кстати, что необычно, интересно нам как раз ситуация, когда оно само происходит, когда Бог велит. Ну, типа, я не знаю, рождение первенца или высыхание ягод. Все последние примеры, Абаяк говорит, они не релевантны именно в этом смысле. Потому что, по простой причине, Муксу и Мухан это ментальные категории. Они в голове существуют больше нигде. Ну, тут очевидное, тут вне зависимости от состояния морковки на данный момент, совершенно очевидная ментальная категория морковки, то, что я через два часа съем. Ментальная, да? Сейчас она еще никакая. Вот. Так что у нас обратно Абаяк, как бы, если вы посмотрите, там, Абаяк всю дорогу подкалывает и провоцирует тех, кто пытается дать ответ на вопрос, есть Муксу и Хацичавата или Муксу и Хацичавата, все время поворачивает в ту сторону, что мы, на самом деле, не знаем, есть. Вот так и тут, да? Он говорит, ты попытался мне привести некоторые доказательства, фигня твоя доказательства, но на самом деле, совершенно не работает, потому что нас интересуют совершенно другие, совершенно другие случаи. А про эти случаи ты ничего не сказал. Он говорит, он попробовал сказать, да, он говорит, ну, какая сущность, посмотрите в ход субьи, да. Какая, собственно, разница между съедобным козленком, съедобным урюком и съедобной фасолью? Казалось бы, никакой, да, и то и другой, и третий. Едят. Давайте попробуем, значит, впоследствии приводить примеры. Он говорит, и уж когда я приведу фасоль, казалось бы, проблема будет решена. Он говорит, нет, фасоль совершенно по-другому устроена, чем урюк и Абаяк, говорит. Фасоль устроена абсолютно по-другому, чем урюк и огнен. про ягненок и урюк решает Бог про фасон решаешь ты сам ты сам решаешь это все, это определяет всю картинку всю картинку с самого начала потому что картинка именно про твои решения а больше не про что да, именно поэтому поэтому он говорит, что там нужна ты решаешь, но это решение должно быть сознательным и выбором оно не может быть автоматическим в некотором смысле ты должен подняться на крышу, пощупать тот урюк сказать, ну нет разве это урюк потом или наоборот сказать, ну блин, это конечно не урюк но хочется же мне же сегодня надо у меня десерт нет, мне надо что-то съесть урюк наверное, да я вообще пурагу, наверное, имел в виду ну не важно, урюк, по-моему, более сушеный, чем у пурага здесь, по-моему, особенно я не помню, что здесь пурага здесь хорош вот, короче, не важно, пурага или там на самом деле там у них по-другому они почему-то абрикосов вообще не знают например, я не помню, там много пониманий абрикосов персики, вот, например, как мы знаем, знаем, но персик у них, я так понимаю, экзотика а основные фрукты у них виноград и финишники вот, из этого они делают все, что угодно а сушеные финишники вот эти грубые роты они же тоже не совсем то есть, как бы, их их можно есть, да, сушеные финишники да, сушеные финишники они, значит они их едят и так но я не помню, мы говорили о этом а стандартное их использование это прессовка, в больших количествах прессовку, в такие круги такие, не блины даже, а ну, такие цилиндры, которые пилят пилой потом да это способ их хранения это называется гулейдвелла это в основном фиги в основном сушеные фиги, да но можно и с другими фруктами делать у них самый расхоженный фрукт вот у них был данжир да, то есть, как бы даже финишники 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 по-другому используют финишники на пиво часто перегоняются да на пиво ну, мед ну, кто этот мед ест земля текущая молоком, медом, да но в Талмуде мед почти никто не ест потому что, во-первых, есть пчелиный мед в Танахе еще не было пчелиный не умели назвать пчелин, насколько я понимаю не было еще пчелиный мед а в Талмуде сплошь рядом они у них есть пасеки просто уйдет вот да фига финишник да, фига финишник ну, такой сок сок такой сладкий сладкий сироп из этого дела насколько я понимаю да вот ну значит, действительно у нас есть один случай как бы совсем чистый, да это рожденный первенец, да мы не знаем о том, родится он или нет мы не можем заложиться на это но, тем не менее, в некоторых ситуациях он может оказаться съедобным для нас и Абагея сознательно подстраивает ситуацию так, что мы не можем сказать точно ешь мукцель ешь при этом мукцель хацы шаба да то есть мы не можем то есть, поскольку там сидят эти самые сидят эти ДНИ то у него как бы эта годность не прерывается, да не случается вот эта катастрофа рождения рождение случается, а катастрофа нет вот это первый случай второй случай это вот высохшие фиги и финики или там виноград который степень высохшести мы как бы определяем сами, да и вот для этого нужна азмонад а это действительно промежуточный случай когда они автоматически ничего не делают, да они не начинают быть съедобными они начнут быть съедобными, когда мы их объявим таковы вот ну, либо когда они по всем мнениям будут уже сухие и третий случай это когда мы бросаем фасоль в суп ну и тут, понятно тут вообще, тут всего этого вообще не происходит это мукца, там чисто случайность по дороге, да она, ну пока она валится, она и ну, грубо говоря, мукца но она даже и не мукца, нет она носить его может не становится мукцей никогда потому что потому что все зависит от нашего душевного движения вот здесь оно было, как бы, совершенно определенным так сказать, само то, что мы засунули фасоль в суп уже означает, что мы хотим ее съедить там через три часа вот это, вот это то, что называется галлидарте не нужно лишнее заявление вот я бросаю фасоль в суп это значит, что я ее хочу съедить там в течение субботы так всем ясно, что я буду ехать в субботу вот, вот этот, это вот, сколько у нас час, отлично так, далее теперь примет теперь мы возвращаемся обратно мы фасоль, проехали фасоль мы разобрались с инжиром и обратно возвращаемся к нашим первым значит, кто такой Раби Уда Наси? помните, кто такой Раби Уда Наси? да, который создатель Мечны он был одновременно Наси, то есть представителем, как бы то есть то, что по-гречески называется Тнарх представителем еврейского народа Палестины перед римскими областями одновременно внутри он был Наси председателем, как бы ну, что там Сан-Низрины или что-то там было вот и он одновременно был выдающимся мудрецом теперь Раби Уда Наси, а это, я так понимаю, его внук или правнук который Наси-то был а выдающимся мудрецом уже не был и там много всяких смешных коллизий по поводу того, как он по поводу его столкновения с мудрецами над разным вопросом в частности, вот, может быть, кто-то отец Раби Уда Насиа Гаваля Гавубука Раби Уда Насиа был некий первенец и, судя по всему, у него в Йомков появился изъян где он здесь а Гаваля Гавубука А у него, как бы, в доме он оставался человеком богатым и влиятельным, как и Раби Уда Наси вот и у него в доме прикармливается как объясняет Раши в частности, Куэль которые могли бы этого первенца съесть и не очень не конца понимаю, зачем бы нам это я не конца понимаю, зачем бы нам это не важно Шадреля Ками Драби Ами и он его послал этого первенца этого первенца послал к Раби Ами, чтобы тот его проверил сам он, судя по всему, был некомпетентен а, ну, с другой стороны, сам он и не мог судить по своего собственного первенца ну, потому что материально заинтересован вот, он посылает его к Раби Ами Савар был олимиссий и Раби Ами думал, что надо бы отказаться его надо бы отказаться его смотреть осмотреть потому что у нас в Мишне как мы помним было мнение Раби Шимона которая говорила если изъян не появился до до начала праздника он в любом случае в категорию Мухан не попадет осмотрев или не осмотрев значит, осмотревать его не надо и не осмотрев значит Ами сказал, не буду смотреть Ну решил сказать, не буду смотреть Амар Раб Зрака А там рядом пасается, значит, некий Раб Зрака Вейтейми Раб Ирме А может быть и Раб Ирме Раб иуда Раб и Шимон Аллахак А Раб иуда Да. Он ему говорит, если у нас сталкиваются мнения Раби Иуда и Раби Шимина, Аллахай, это по мнению Раби Иуды? Нет, это тот и Раби Иуда, который, судя по всему, в его честь был назван Раби Иуда Наси. Раби Иуда – это учитель Икса. Раби Иуда – это один из чиновов Раби Акивы. Раби Иуда – Барайлай. Раби Шимин, как мы помним, Раби Шимин Барьохай. Вот они, собственно, спорят Мишни. Раби Иуда говорит, ну, при некоторых обстоятельствах можно посмотреть и разрешить. А Раби Шимин говорит, нет, если на момент наступления праздника он не был испорчен, то и все. То-то, он говорит, значит, тот его толкает, значит, локтем, значит, в бок, этот Раби Зрика или, может быть, Раби Ирмия, и говорит, слушай, но ведь если спорят Раби Шимин, Раби Иуда, Аллахай по Раби Иуде, так что смотри давай. Начальник просит. Раби, кажется, сам был Куэр, но еще могло достаться этого всего. Ну, в общем, непонятно, то ли он вот таки... То ли он вот таки осмотрел, это был другой бахор, то ли он вот таки не осмотрел. И Раби Иуда на себе послал его еще раз, послал он ему его Раби Ицакунаухе. На пахе, да? Савар Делоли Минси. Амар ли Раб Ирмия, а в этом Рабзрика? А ну там он не есть, видимо, в этом случае, ну, если там Рабзрика, то тут Раб Ирмия, и наоборот, да? Раби Иуда, Раб Ишима, и наоборот, Раби Иуда. А тут ему тоже говорит, ну, если, в смысле, если спорят Раби Иуда, Раби Ишима, Раби Иуда прав, вроде как. Амар, Амар ли Раби Аба. И тут, значит, вступает в разговор Раби Аба. Говорит, слушай, а почему ты не позволяешь мудрецам, Лимей Вад Увдэ, это зафиксировать, Лимей Вад Увдэ буквально это сделать дело, да? Имеется в виду, что, ну, как бы, пока кто-то спорит между собой и разговаривает, это типа разговоры. В тот момент, когда зафиксировано определенное решение, в смысле, принято определенное решение, и вот оно есть, это очень сильный логический аргумент. Может быть, не решающий, но очень-очень сильный, практически решающий. Он говорит, хорошо, ты, говорит, мы тут разговор разговариваем, а почему ты не хочешь, вот два мудреца, как бы, пытаются создать прецедент, как бы, да, это ровно прецедент, создать прецедент решения, более строгого решения, пора пиши, почему ты не хочешь ему, да, это, там, позволить это сделать. Амарло, в ад, мабиядех. Он говорит, не совсем с какого-то района, а в смысле, он говорит, это все прекрасно, но, как бы, а аргумент у тебя какой-то? В смысле, а почему я должен, а почему они должны? В смысле, у меня есть аргумент. Он говорит, Раша там ссылается на некую судьбу в Рувин, что там они обсуждают вообще, какие мудрецы правы, в каких ситуациях. Там вроде бы фиксируется, что когда Раби Уда и Раби Шимон спорят, А ты, говорит, почему как Раби Шимон? Ты-то что скажешь? Где твой аргумент? Адмабиадех. Амарли. Ах, ямар Раби Зейра. А Лахак, Раби Шимон. Он говорит, почему же, у меня есть аргумент. Раби Зейра довольно, достаточно уважаемый мудрец этого же самого поколения, насколько я понимаю. Говорит, так говорил Раби Зейра. Я говорю, что Лахак и Раби Шимон. Почему-то ваше мнение лучше, чем мое, интересно. Ну, или чем Раби Зейра, собственно. Амар Мандегу. Это, кстати, смешно. Я, по-моему, не встречал такого раньше. Амар Мандегу. И тут некто сказал. Кто-то там сказал. Кто-то из присутствующих сказал. Азки в эйсах ляга там. Эгмара ля швата ми пума де мара. Так, а все это где происходит, я не думаю? Что ты говоришь? Нет, но здесь есть что-то другое. А, вот это другое, да. Да. Эгмара ля швата ми пума де мара. А, я так понял, что нет, что я имею в виду так. Теперь, ну, этот спор физически происходит явно здесь, в Израиле. Ну, потому что все действующие лица более-менее живут здесь. Теперь, да, забавно тоже, естественно, что кроме Раби Иуда Носеев, все остальные вавилоняне с каждым. Ну, как у нас уже было в прошлый раз. В этот период как раз палестинские ешивы, как говорили, галилейские ешивы, ну, в одну минуту выходцы из Вавилона. Огромное количество. Вот. Раби Ирмия точно, Раби Зера точно. Раби Зерику я не знаю, но, как бы, Раби Аба, мне кажется, нет, Раби Аба кажется местной. Раби Абе точно. Не, Раби Ирск на пахах, кажется местной. А вот эти вот, вот эти трое точно. Точно вавилоняне. Теперь, значит, а дальше мы переносимся как бы в Вавилон, я так понимаю. И некто, некий Манды Гу, да, некий участник, Чего это было? А зачем мы с ним беседуемся? А вы его знаете вообще? Он все равно живет в Вавилон. Я понял. Он к нам тут как-то прибудился, совершенно случайно. Я думал, что после какой-то городской сморицы. Зачем пришел? Извиняюсь, городской сморицы. Он слушал. Я к тому, что... Сейчас, секундочку. Да, значит, и тут у нас, значит, мы вроде бы... То есть все это дело происходило в Израиль. Теперь мы переносимся обратно в Вавилон. И некий ученик, этот самый Манды Гу, рассуждают так. Где-то у нас... Вот, говорит, мне был достоинство приехать туда и выучить эту лакуюсть от им, ну, из уст того, кто ее говорит. Видимо, имеется в виду Рабзейра или Рабзейра или... Кто-то его это говорит. Да. Рабзейра он имеет в виду, да. Ага. Окей. И действительно, он, значит, он таки поехал уже в Вавилон, куда-то сюда, в Халерию. Кисалик Леатан. Ашких или Рабзейра. Приехал он сюда, ну, туда, куда-то в Тверь. По-моему, там они все прибывают тогда. И нашел там Рабзейра. Рабзейра тоже ланянин, как известно, который Юрий, который приехал сюда. Амар, Мар, Аллаха Крабишимов? Говорит, ты говорил, что Аллаха Крабишимов? Ну, например, в этой ситуации. Амар Ле Ло. Ана Мистабра. А, тут интересно, да. Значит, он говорит. Он говорит, нет, но да. В смысле, да, но нет. Я, как бы, действительно говорил, что Аллаха Крабишимов. Но, тут есть некоторая разница. Либо я, то есть, когда я говорю, когда я говорю о заявлениях о совещении, я имею в виду одно из двух, либо я получил это дело от своих учителей, по традиции, и это сильный аргумент. Либо я сделал такое умозаключение, свара, и это чуть менее сильный аргумент, прямо скажем. На каждую свару идет сам. Другая свару. Вот. Значит, когда он его спрашивает, говорил ли ты, что Аллаха Крабишимов, он вроде бы как имеет в виду, получил ли ты традицию, что Аллаха Крабишимов? Говорил ли тебе Рабь Йохан, у которого ты там отчаяния немножко учился, что Аллаха Крабишимов? Он говорит, нет. Я это сам выбрал. Аллаха Крабишимова, Аллаха Крабишимова, А где это такое? Аллаха Крабишимова, 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 Ал Он говорит, коль скоро в нашей нишне Рапшиман говорит, что если нет заметного изъяна до Ёмтуба, то весь Ёмтуб он не будет разрешен. А потом к нам приходит некая Брайта, которая говорит то же самое от имени мудрецов вообще, то получается, что мудрецы согласились с Рапшиманом. Да? Ну а что такое мудрецы? Мудрецы это большинство, это как бы голос народа, так сказать, голос мудрецового народа. А голос народа это и есть Лаха? Откуда она берется-то, Лаха? Откуда она берется? Вот. Получается, что конкретно в этой ситуации, уж там я не знаю, Лаха Карабьюда и Карабишиман во всех других ситуациях, может, по-разному будет. Но в данной конкретной ситуации Лаха точно Карабишиман, потому что, ну как точно, в местах, в смысле, логично было бы предположить, что, поскольку у нас есть Брайта от имени мудрецов вообще, которые вроде как с ним согласны. Окей. Значит, это история, так сказать, в некотором смысле неудачи, да, потому что этот ученик, вот этот Мандеру, он, в сущности, все эти вещи и так сам знал. Тащиться Карабзейра за этим, как бы, через тысячу верст, как бы, ему было бы вроде бы как и не сочинено. Вот. Поэтому, значит, задается вопрос Майгавала. И что дать, чтобы? Как решился вопрос? Наш, нас не стал буквально. Амара Весе. Ташма. Детали бы ашли равновые. Он говорит, слушай сюда, я это, я тебе изложу вещь, которая буквально подвешена на больших деревьях, имеется в виду, опирается на мощный авторитет. В общем, нас оглушают просто огромное количество имен, да, и смысл совершенно непонятен. Потому что, то есть, Раби Мея у нас вообще ничего не говорил. Что? Да, я тоже не понял, откуда взялся Раби Мея, но это, мы сейчас, 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 сейчас спросим, откуда взялся Раби Мея. Вот. Но, да, поражают обилие имен, да, это вот действительно ашли равновые, да. И Раб Шимен бен Пази, и Раб Шоу бен Леви, это Амараим. И Раби Йоси бен Шоу, это, видимо, тоже Амара. И Раби. А Раби иногда высказывается от имени некой организации, ну, так сказать, группы, которая называется Каала Кадиша де Рушелла. Каала Кадиша де Рушелла. Просто буквально вот вчера-позавчера, в соответствии с другим неким переводом, как бы, выяснил, кто это за народ. Это, это очень интересные, это очень интересные люди. Они, конечно, в Иерусалиме никакому не жили, потому что в Иерусалиме было, в общем-то, жить непрещено. Это современники Раби. Группа учеников Раби Мея, которые назывались вот так, Каала Кадиша де Рушелла. Вот, которые, в частности, отличались тем, что они ученики Раби Мея, которые отличались устражением, не устражением Алахи. В частности, они, как бы, они уделяли большое внимание молитве. Это те люди, которые делили свое время на треть-треть-треть. Треть молиться, треть учиться, треть работать. Вот, в общем, люди, в частности, известны устражениями, устражениями власти. И вот, и Раби, именно Раби, время от этого не передает от их имени, там, сообщение. Он сам, судя по всему, не входил в эту группу, но был к ним бизнес. Вот, а что такое Аллахака Рабмия? Читаем Раши. Бухурот. Кстати, Бухурот. Я не понял, что здесь сказано. Ну, просто, что-то не очень важно. Тут, в общем, они нам не объясняют, что это Аллахака Рабмия. И мы пока этого не поймем, таким образом. Мне самому интересно, но сейчас. Видимо, они объясняют это, да, это они объясняют это дальше. А, Раши читает это так, вот смотрите. Когда он говорит, когда он говорит, у нас в тексте стоит Раби Шимон, хавера, да, а у Раши, это Рабшимон, да, Минасия. И это похоже, потому что действительно получается, что они свидетельствуют, не свидетельствуют о ком-то, кто жил больше жених, что не может быть. Об этом, собственно, они, Гемарре говорит. Он говорит, а им, у Кшиши, Мина и Туба, они же гораздо старше него. Как они могут свидетельствуют о его мнении, когда он еще не родился, когда он никогда не умер. Он говорит, что все они говорили, как бы, как бы, по системе Рабмира. А что такое, собственно, система Рабмира? Дьетнам. А шо хэхатабахон, вэахарках, эраэтмумон. Да, это некая мишна в тракате Бахуру. А шо хэхатабахон, вэахарках, эраэтмумон. Рабь юдаматим, рабмейрумэ. Вэль вэнишхат, шэрло, альпинумхэ, ассу. Если некто, представим себе такую ситуацию. Вот у нас есть этот самый первенец. Там ягненок, бродил по двору. Не важно, уже не ентов, ничего. Обычные дни. Я режу первенец. Он похватывает, говорит, черт, он же первенец. Надо бы его показать. Тут я звоню специалисту. Специалист приходит. Вскрывает, делают, так сказать, постмортель. Этому, значит, несчастному гнионку. Да, вскрывает его, смолдит. Или там, вскрывает его. Говорит, ну, вообще-то да, негодный ваш первенец. Друзья, он так, как пищу болен, а кайну нет. Рабинер говорит, можно есть. Рабинер говорит, нет, надо было заранее предпозвать. Теперь-то есть уже нельзя. Надо было заранее специалисту предпозвать. И вот это, собственно, то, что они говорят, было так и Рабинер. А как это нас касается близко? Непонятно. А, он говорит так. Далее. Он говорит, из сказанного следует предположить, что Рабинер Рабинер считал, что проверка первенца на изъян это не то же самое, что проверка, ну, обычного животного на треф. Потому что трефу мы делаем посмертно, да, и, как бы, трудно-трудно иначе. А бахмор мы делаем при жизни, и никак иначе. Да, посмертно, посмертно признать первенцу ущерб, но мы не можем. Умина, и отсюда дальше. Раят трефа, афилубйонтов, раят бахор, мировйонтов. А вот это почему? Стоп, стоп, стоп. Нет, проверять. Он говорит, проверить уже забитое животное на кошерность, на трефность, да. Можно и нужно делать собственный емкость, да. А когда иначе это делать? Да, ты вот прямо сейчас забив в опцию, прямо сейчас и проверяешь. Да, это то, что мы тоже касались немного этого в какие-то прошлые разы. А первенца наоборот, нельзя проверять. Вот этого я пока не понимаю, почему. Вот, он говорит, Раша говорит так, раят бахор, и на калах раят трефа. Он считает, что исследование первенца труднее, чем исследование животного на трефе. Да, ну, разрешение первенца вообще все целиком зависит вот от этого, значит, его проведения. И запрещено, запрещено, его забойно проверить. Вы иногда думали, раят трефа, и тиру, леводка, хашкида. Окей. Понятно. Умена. Умена ламду рабшимон. Бен мина сер хавера в Амру. А, и из этого мнения, значит, Раша раскладывает это так. То, что сказано в самой Мишне, и после Мишне, после слова Альма, да, где это там, Альма, Касавар, Раби Мейер, вот это вот. Это, собственно, мнение Раби Мейера и его разъяснение. А вот то, что сказано после слова Мина, отсюда следует, это уже умозаключение. Раби Шимон бен мина сер хавера. Да. Раби Шимон бен мина сер хавера. Амру. Он говорит, что, коль скоро она так важна и так трудна, вот эта проверка, проверка Бахора на изъявность, то мы ее приравниваем к практически созданию новой вещи, и к полноценному судебному процессу, данный день. А это дело запрещено. И поэтому мы его запрещаем. В отличие от этого, который... Дело не очень сложное. Казалось бы. Ну, оно и понятно, да, Раят-Реф, это каждый, каждый рейд не поменяет это сделать. А Раят-Бахор, это... Это... Это мудрец, и не всякий мудрец. Но даже, если есть там этот мудрец, который он не умеет, то почему же тогда... Потому что он сам будет исполнять запрещенную работу. Будет осуществлять суд. Судить в нем там нельзя. Нет, как бы, почему он сделает, что это, ну, думает, что это как-то... Потому... И он говорит, вроде бы, как на основании того, что Робмияр считает, что... Робмияр не считает так. Робмияр говорит, можно тушки отслеживать, да? Что ту тушку, что эту тушку. Да? Что Трефу, что Бахор. Это примерно на эту тушку. Робмияр говорит, нет. Тут на Трефу можно и тушку осматривать. И это проще. Так что это вывод Раши и всего этого, да? Это вроде как проще. А осматривать живого ягненка, это уже тянет на полноценную судебную разбирательность. И для этого нужны особенные мухимии. Это не каждый там, не каждый, кто умеет забивать щик по горлу и это-сам. Счастливо, Наташа. Мы на этом тоже закончим сейчас, потому что мы еще немножко вернемся даже в следующий раз к этому всему. Значит, вот. Это как бы, счастливо, Наташа. Это как бы полноценное судебное разбирательство, а такого делать въем тут нельзя. Ну, хорошо, давайте. Это действительно было тяжело и мутновато. Прямо как он Бахора осматривает. Мы попробуем начать немножко загода. Ну, в смысле, перечитать какой-то кусок. И сделать это тоже в следующий раз. Все. Всем спасибо и все свободны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.